Пожалуйста, те, кто слушают, готовьте ваши вопросы, а мы с вами продолжаем. И следующий доклад я бы вам хотела представить по проблеме, не менее дискуссионной и не менее спорной. Это проблема диабетической кардиомиопатии. И говоря о диабетической кардиомиопатии, я попробую вам показать, что сегодня есть к вопросу определения, критериев диагноза и меры предупреждения развития, прежде всего, хронической сердечной недостаточности. Итак, если говорить об истории диабетической кардиомиопатии, то мы можем уйти в историю 1881 года, когда Лейдин впервые сообщил, что диабетическая кардиомиопатия является типичным осложнением сахарного диабета. Дальше эта история продолжается. В 1888 год Майер утверждал, что сахарный диабет, являясь метаболическим расстройством, может вызывать сердечные заболевания. И посмотрите, термин диабетической кардиомиопатии на самом деле введен был совсем недавно. 1972 год профессор Рублер говорит о том, что термин диабетическая кардиомиопатия существует, и он говорил о том, что после посмертных исследований у больных с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью, у которых не было ишемической болезни сердца, структурных заболеваний, гипертонии, злоупотребления алкоголем, вот у таких пациентов мы можем говорить о диабетической кардиомиопатии. То есть, другими словами, никакой другой причины развития кардиомиопатии нет. Итак, на сегодняшний день какое дано определение диабетической кардиомиопатии? Это миокардиальная дисфункция у больных с сахарным диабетом при отсутствии артериальной гипертонии, структурных изменений сердца, таких как патология клапанного аппарата или ишемическая болезнь сердца. И, уважаемые коллеги, далее в 2017 году это определение дополняется, и диабетическая кардиомиопатия характеризуется в большей степени при наличии диастолической дисфункции. И, соответственно, сегодня изучаются очень активно механизмы развития диабетической кардиомиопатии, куда относится не только известная инсулинорезистентность, но и так называемые микрососудистые нарушения, аномалия формирования клеточных структур кардиомиоцитов, нарушение обмена веществ не только углеводного, но и идущего за ним липидного обмена, обмена жирных кислот и так далее. Огромную роль, кстати, в развитии диабетической кардиомиопатии, как считают некоторые эксперты, является, огромную роль может играть кардиальная автономная нейропатия, активация рас, иммунные нарушения и, конечно, гипертрофия левого желудочка. Сегодня очень активно изучаются клеточные механизмы развития диабетической кардиомиопатии. Почему? Да потому что, если мы начнем улавливать поражение кардиомиоцитов на клеточном уровне, когда нарушается возбудимость и проводимость кардиомиоцитов, снижается продукция энергетических субстратов, митохондриальная дисфункция и так далее, с реактивацией фитальных генов, эндотелиальной дисфункции и так далее. Вот если мы рано начнем видеть вот эти клеточные механизмы нарушения функции кардиомиоцитов, ну, собственно, тогда только после этого мы начнем с вами ставить действительно диагноз диабетической кардиомиопатии. И поэтому сегодня, говоря о механизмах поражения сердца при сахарном диабете, хочу сказать, что это не только развитие хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса, чаще всего через инфаркт неокарда. Это очень частая ХСН с сохраненной фракцией выброса, когда сам сахарный диабет становится причиной. Ну и на сегодняшний день сахарный диабет как причина диабетической кардиомиопатии. На самом деле, если говорить о распространенности диабетической кардиомиопатии, она неизвестна. Представьте, нам надо найти пациента с сахарным диабетом без гипертонии, без ИБС, без гипертрофии, по сути дела, левого желудочка. Но на сегодняшний день невозможно, чтобы мы нашли таких пациентов с сахарным диабетом. И поэтому трудность вот этой диагностики кардиомиопатии не позволяет нам говорить о распространенности. Но, тем не менее, авторы пытаются все равно ответить на этот вопрос и стали оценивать распространенность диастолической дисфункции, как маркера диабетической кардиомиопатии у больных с сахарным диабетом. И посмотрите, какая широкая вариабельность диастолической дисфункции от 30 до 60%. И вот такое популяционное кроссекционное исследование было выполнено в Америке, в Миннесоте, 2000 пациентов, 45 лет и старше. И, соответственно, одним из методов диагностики диабетической кардиомиопатии была эхокардиография с оценкой функций сердца. Что же было найдено? Если взять общую популяцию не только пациентов с сахарным диабетом всех, то диастолическая дисфункция встречалась 1,1%. Если говорить о распространенности диастолической дисфункции при сахарном диабете 54,4%. И, наконец, если взять больных без гипертонии, без ИБС, без ХСН, без нарушений клапанного аппарата, то оказалась диастолическая дисфункция как причина диабетической кардиомиопатии. Встречается, посмотрите, 16,9% больных, То есть практически у каждого пятого-шестого пациента без каких-либо кардиальных нарушений. Могут ли быть натриуретические пептиды маркером диабетической кардиомиопатии? Нет, уважаемые коллеги. Вот такое тоже наблюдательное исследование показало, что натриуретические пептиды начинают повышаться, когда пациент не просто имеет сахарный диабет, а у него уже есть или ИБС, или гипертония, или дисфункция в сочетании с дисфункцией левого желудочка. То есть, по сути дела, натриуретические пептиды, как самостоятельный диагностический критерий, очень поздний для диабетической кардиомиопатии. Но если поставим диагноз диабетической кардиомиопатии, что очень сложно, но тем не менее, в исследовании кросс-секционном было таких 16,9% пациента, что самое грустное. Посмотрите, какой неблагоприятный прогноз у этих пациентов. Посмотрите, еще нет гипертонии, ИБС и ХСН, но если заподозрена диабетическая кардиомиопатия, смертность через 9 лет составляет 18% каждый пятый. Развитие ХСН через 9 лет у каждого пятого. Смертность или разбитие ХСН через 9 лет у каждого третьего процента. Крайне неблагоприятный прогноз. И поэтому на сегодняшний день, конечно, пытаются какие-то диагностические критерии отработать у пациентов с сахарным диабетом и, соответственно, хоть что-то предложить клиницистам в диагностике такой диабетической кардиомиопатии. Ну и вот на сегодняшний день, какие методы предлагаются диагностики диабетической кардиомиопатии, если говорить о функциональных методах диагностики. Но, уважаемые коллеги, эти функциональные методы диагностики, инструментальные методы диагностики, скорее всего, для исключения другой патологии сердца, клапанных пороков, ИБС и так далее. Вот эхокардиография, да, позволяет нам оценить структурные изменения, функциональные изменения, гипертрофию левого желудочка, диастолическую дисфункцию мы с вами видим, но не более того. Магнитно-резонансная томография помогает с контрастированием нам тоже оценить структурные изменения, тоже исключая другую патологию сердца, в частности, например, миокардиальный стеотоз, или же так называемая более ранняя диастолическую или систолическую дисфункцию. Но магнитно-резонансная томография есть очень большие плюсы, потому что она позволяет при выполнении определенных программ ответить на вопрос метаболических изменений в кардиомиоцитах, в частности, она может показать содержание в кардиомиоцитах 3-глицеридов, соотношение фосфокреатину к аденозин-3-фосфаду, то есть на раннем уровне говорить о метаболических нарушениях. Позитронно-эмиссионная томография метаболические нарушения в кардиомиоцитах может показать, и это тоже может быть полезно, но, как вы понимаете, непросто и дорого для пациентов с диабетической кардиомиопатией. Ну и, конечно, коронарно-ангиография, которая нам исключает и ишемическую валию сердца, коронарный атеросклероз. Ну и, наконец, на что сегодня делается ставка? Сегодня делается ставка для диагностики диабетической кардиомиопатии, прежде всего на серологию. Говоря о структурных изменениях сердца, не столько кардиомиоцитов, сколько матрикса, сегодня как раз делают ставки на матриксные металлопротеиназы и их ингибиторы, колоссальную сегодня роль отводится прежде всего изменением ядра кардиомиоцитов, так называемая оценка микро-РНК, которая дает ответ вопрос на очень раннем уровне для оценки контрактильной функции миокарда. И, наконец, терапевтические цели, стратегии, которые сегодня предлагаются, их ведь тоже нет, уважаемые коллеги, как предотвратить диабетическую кардиомиопатию. Скорее, все эти цели направлены, как предотвратить ХСН при наличии диабетической кардиомиопатии. Ну вот считается ряд препаратов, которые считаются как сахароснижающие препараты, такие как метформин, могут регулировать апоптос кардиомиоцитов, те азолидиндионы, которые, кстати, могут улучшать диастолическую функцию усвоения глюкозы, но абсолютно противопоказаны при ХСН. Агонисты глюкогон подобного пептида первого типа подавляют апоптос кардиомиоцитов. Ингибиторы дебептидилпептидаза-4, кстати, профилактируют диастолическую дисфункцию, подавляют фиброз. Ну и, конечно, сегодня колоссальную ставку делают на ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа, которые обладают так называемыми плеотропными эффектами через контроль висцерального жира, артериальную жесткость, альбоминорию. Они могут подавлять и поражение кардиомиоцитов. И на сегодняшний день, уважаемые коллеги, надо сказать об этой группе препаратов, что вот их эффект на кардиомиоциты, эмпоглифлозин, дапоглифлозин, он, кстати, не только связан с снижением давления холестерина низкой плотности, контролю глюкозы, но и, уважаемые коллеги, на сегодняшний день известно, эмпоглифлозин может улучшать диастолическую функцию в эксперименте. Посмотрите, насколько в эксперименте показано изменение на фоне эмпоглифлозина, улучшение миокардиального ремоделирования, и, опять же, подавление межклеточного фиброза в эксперименте. Есть данные о том, что препараты этой группы могут снижать массу миокарда левого желудочка. Если говорить о метаболических эффектах на уровне кардиомиоцитов, то на сегодняшний день одной из интереснейших гипотез является гипотеза, почему работают кардиомиоциты лучше, почему улучшается энергетический метаболизм кардиомиоцитов при приеме ингибиторов LGLT2 оказывается источником энергии. В кардиомиоцитах становятся кетоновые тела вместо жирных кислот и глюкозы. И вот, уважаемые коллеги, когда мы говорим об образовании кетоновых тел, мы понимаем, что глюкозурия ведет не только к отложению глюкозотканей, глюкозотканей и так далее, но она идет еще к образованию кетоновых тел, бета-оксибутират, например, который, поступая в клетки кардиомиоциты, снабжает тем самым энергией. И, уважаемые коллеги, к чему же это приводит? Клиническое уже исследование, не экспериментальное, выполненное на ДАПа глифлозине. Посмотрите, насколько показано увеличение глюкогона с одной стороны, как триггера запускающего образование кетоновых тел в кардиомиоците. И вот, посмотрите, как увеличиваются через 12 недель кетоновые тела в кардиомиоцитах, ацетооксусная кислота, тригидромасляная кислота и вообще общее количество кетоновых тел. То есть гипотеза кетоновых тел работает, говоря об улучшении энергетического метаболизма кардиомиоцитов. Кроме этого, есть еще одна активность ингибиторов натрия-глюкозного котранспортера. Они подавляют активность натриеводородного котранспортера, или мы говорим антипортера первого типа. К чему это приводит? Это приводит не только к противовоспалительным эффектам и увеличению продукции ультилизации кетоновых тел. Посмотрите, ингибируются факторы некроза опухоли бета, то есть активируются фибробласты, и, соответственно, снижается, подавляется окислительный стресс. Вот, пожалуйста, показано подавление окислительного стресса на ДАПа глифлозине. Подавление фиброза, пожалуйста, спровоцировано глюкозой ангиотензином-2 на ДАПа глифлозине. И, уважаемые коллеги, эта группа препаратов сегодня, безусловно, номер один в профилактике развития диабетической кардиомиопатии. Но пока мы об этом говорим экспериментально. Ну и вот следующие препараты, которые сегодня могут помочь в профилактике развития диабетической кардиомиопатии. Блокаторы-раз, бета-блокаторы, ингибиторы-5-фосфодиэстеразы, статины, триметазидин, айронолазин, ресфератрол, который, кстати, находится большое количество в красной вине. Ну и вот новые агенты, которые сегодня изучаются, они некоторые идут под аббревиатурой. Коэнзим-Ку-10, кстати, в этом направлении. И вот очень важный препарат, основанный на микро-РНК. Таким образом, уважаемые коллеги, на самом деле, если мы говорим о диабетической кардиомиопатии, есть и противники, ведь вообще термина, чистый термина диабетической кардиомиопатии, которые считаются, что изменения в кардиомиоцитах начинаются еще при преддиабете. И, соответственно, при преддиабете еще возникает нарушение коронарной микроциркуляции, микроваскулярная стенокардия и эндотелиальная дисфункция. Поэтому, когда мы говорим о развитии диабетической кардиомиопатии, она могла уже давным-давно развиться при преддиабете. И поэтому они считают, что чистой диабетической кардиомиопатии нет. И предлагают следующее определение противники чистой диабетической кардиомиопатии. Диабетическая кардиомиопатия – это результат длительного процесса влияния на миокард метаболических нарушений, который развивается еще на стадии преддиабета и способствует формированию, прогрессированию ишемии миокарда. То есть чистой диабетической кардиомиопатии нет, есть и такое мнение. Есть сочетанное поражение коронарного русла, эндотелиальная дисфункция у пациента с сахарным диабетом. Таким образом, уважаемые коллеги, диабетическая кардиомиопатия, мультифакториальное заболевание, разные механизмы сценария развития, примерная распространенность, очень примерная среди больных с сахарным диабетом 16,9%, характеризуется преимущественно диастолической дисфункцией фиброзом. Диагностические критерии не разработаны, ставка делается на сирологию. Соответственно, высок риск СН и смертельных исходов. Из лечебных стратегий, что сегодня мы точно можем рекомендовать и точно можем, во всяком случае, предотвратить нарушение метаболизма энергетического в кардиомиоцитах, это ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа. Благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги. А мы с вами...